Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канал Архиз-24, программа «Здоровье» и ее ведущая Марьяна Агирова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Коронавирус в Карачаево-Черкесской республике и не думает уступать. Минздрав республики принял решение открыть на базе Карачаевской центральной районной больницы еще один инфекционный госпиталь. В нем разместят 120 человек. Таким образом, общее количество коечных мест в республике возросло и составляет сейчас 1165. Добавлю, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 26204. Из них, по информации оперштаба, 23057 человек выздоровели, 681 человек скончался от коронавируса. Дельта-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные варианты возбудителя COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции. 13 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинсбург передает ТАСС. Он добавил, что нейтрализовать вариант Дельта необходимо прямо на входе, то есть постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител. По его словам, смена штамма, циркулирующего практически по всему миру, произошла за 2,5-3 месяца. Как ранее сообщалось, у индийского варианта коронавируса дополнительно выявлены еще две линии – Дельта+. Теперь их стало четыре. Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества. Важно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее сообщалось, что Минэкономразвитие предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации. Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов, говорится в сообщении. Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. Такую цифру привел оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве. Штаб уточнил, среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, каждый третий. 86% от общего числа умерших от коронавируса – это люди старше 60 лет. Кроме того, именно пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть. Они занимают 60% в коэк-стационарах. Защитить этих людей может только вакцинация от коронавируса, подчеркивает оперативный штаб. Но только треть пожилых людей пока вакцинированы от COVID-19. Учитывая серьезные ситуации, новый подъем заболеваемости коронавирусом, власти призывают пожилых больше не откладывать спасительную прививку. Начиная с 2003 года, более чем в 80 странах мира отмечается Всемирный день спирометрии, датируемый 14 октября. Некоторые страны приравнивают его к дню легочного здоровья. Основная цель этого дня – проведение мероприятий, способствующих привлечению широких масс к регулярному обследованию органов дыхательной системы, что в дальнейшем способствует ранней диагностике и выявлению бронхоабструктивных патологий и их последующим эффективному лечению. В условиях пандемии для постковинных пациентов обследование легких имеет огромное значение, ведь этот орган, по сути, цель поражения коронавируса. Как выглядит процедура диагностики заболеваний легких пациентов, перенесших ковид, расскажем в нашем сюжете. В России становится всё больше людей, которые получают статус выздоровевших после ковид-19. На самом деле о полном выздоровлении можно говорить не во всех случаях. Коронавирус способен вызывать тяжёлые осложнения со стороны сердца, мозга, почек, сосудов и особенно органов дыхания. Хорошо знакома с последствиями ковида врач-пульмонолог Белла Дзамихова. Как и многие её коллеги, она находится на передовой борьбы с пандемией. Вот уже в третий раз несёт службу в Северном госпитале Черкеска. Начинала работать ещё в первую волну. И за всё прошедшее время хорошо успела изучить последствия этого коварного заболевания. Болезнь действительно коварна тем, что она может начинаться очень легко. Кажется, что особых симптомов нет. Человек вполне удовлетворительно себя чувствует. И как мы обычно привыкли, простуда 7 дней, правильно, к 7 дню уже или выздоровел, или полечился в течение 7 дней, и уже всё стало хорошо. А это болезни нет, наоборот. К 7 дню обычно, к 5, к 7 дню, ну, в первую волну, там чуть-чуть более длинные были сроки болезни, там, к 10, грубо говоря, дню, наоборот, ухудшалось состояние больного. Казалось бы, как при обычной простуде, человек уже должен идти на поправку, выздоравливать всё. А тут нет, тут наоборот. Чем дальше от начала заболевания, тем больше риск утяжеления процесса, когда уже начинаются осложнения. Для пациентов, которые тяжело перенесли заболевания и у которых был большой процент поражения лёгких, требуется длительный реабилитационный период. Важное значение в программе реабилитации занимает дыхательная гимнастика. Восстановить вот ту жизненную ёмкость лёгких, ту функцию лёгких, которая была изначально, это, конечно, задача не только медикаментозная, именно такими лечебными, ну, физическими способами. ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж. К дыхательной гимнастике надо относиться аккуратно. Вот всё-таки я против надувания шариков. Вот в народе бытует мнение, что надо шарики надувать. Нет, шарики надувать – это слишком грубое, слишком резкое упражнение и может вызвать своеобразные осложнения со стороны лёгких. Всё-таки выбирать ту дыхательную гимнастику, которую рекомендует доктор. Стоит отметить, что существуют универсальные дыхательные упражнения, которые могут выполнять люди разного возраста. Такой комплекс упражнений совершенно несложный. Развести руки на высоте вдоха и на выдохе свести руки, скрестить на груди. Вот это совершенно простое упражнение, его можно и стоя, и сидя выполнять, и в любой возрастной категории. Очень хорошо будет способствовать тому, чтобы экскурсия лёгких была такая вот значимая. В программу реабилитации пациентов, тяжело перенёсших ковид, необходимо включать не только дыхательную гимнастику, но и физиотерапию, ингаляции и комплекс аэробных упражнений. Также хороший эффект даёт плавание. Не стоит забывать и о диспансеризации, которую можно пройти совершенно бесплатно практически в любом государственном медучреждении. Мадина Лайпанова, Назир Капышев, Архыз-24. Более подробно о диагностике и лечении заболеваний лёгких поговорим с врачом-пульмонологом Карачао-Черкесской республиканской клинической больницы Зульфой Андрисовной Бачаевой. Здравствуйте, Зульфа Андрисовна. Здравствуйте. Как врач-пульмонолог расскажите нам, что такое коронавирусная инфекция и как она влияет на легочную систему? Наверное, надо начинать с прописанных истин, что такое вообще коронавирусная инфекция. Это острая респираторная вирусная инфекция. Каких много? До этого мы знали аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, парагрипп, различные штаммы гриппа. И вот коронавирусная инфекция, которой ранее мы не были знакомы, не было в человеческой популяции, вот теперь с 2019 года мы столкнулись с этим. Но не надо забывать, что это прежде всего острая, я повторюсь, респираторная вирусная инфекция. Соответственно, и клиника с этого. Температура, кашель, ломота в теле – все симптомы простудного, как в обиходе говорят, простудного заболевания. С 2019 года, учитывая, что все вирусные инфекции респираторно рассматриваются потенциально как ковидные, пока не доказано обратно, надо вызвать, конечно, участкового терапевта. И соответствующий должен быть взять мазок из ротоглотки и носа на ПЦР к ковид. И последующие действия исходят от результатов. О чем хотелось бы предупредить? Почему я дала определение коронавирусной инфекции? Очень часто занимаются все самолечением, учитывая и без медицинского образования, средний медперсонал и даже врачи, начинающие врачи. Респираторная инфекция вирусная, она не требует назначения изначально антибиотиков. Всегда мне хочется сразу параллель привести со словом, с нозологией, пневмония. Прежде всего, вот эта коронавирусная инфекция, она осложняется пневмонией. Но пневмония всегда предполагает бактериальную инфекцию. Но изначально, если ее обозначили вирусной пневмонией, ну, так она пошла и в классификации, и в осложнениях. Но это не значит, что надо назначать изначально антибиотики, с которыми мы каждый день сталкиваемся с бесцельным и необдуманным и преждевременным назначением антибактериальной терапии амбулаторно. Если разобраться в патогенезе коронавирусной инфекции, прежде всего идет, конечно, интоксикация. Поражение в патогенезе коронавирусной инфекции, поражение сосудистого русла, прежде всего, легких. Поражение эндотелия, образование альвеолярного повреждения, для легких. И с этого исходит симптоматика. И с этой симптоматики, с клиники, должно исходить из лечения. О чем хотелось мне перед этой широкой аудиторией, чтобы не переусердствовали с лечением амбулаторным. И различия по собственному опыту, по лечению, по общению с коллегами, то, которое в 2019 году мы видели коронавирусную инфекцию, и сейчас, которое она протекает, она клиника различна. Тогда, когда в 2019 году, в начале еще пандемии, мы могли как-то предвидеть ухудшение состояния, по клинике, по каким-то симптомам, по анализам. Сейчас ухудшение состояния идет очень быстро. И, конечно, правомерно было бы назвать это не пневмония, а вирусным поражением легких. И тогда, может быть, от некоторых ошибок многих бы это уберегло бы. Какие хронические заболевания бронхолегочной системы у нас есть? И насколько коронавирусная инфекция более опасна для этой категории пациентов? Когда вот пандемия началась, конечно, выделили определенные группы пациентов, которые больше подвержены заражению. Это заболевания, значит, сердечно-сосудистой системы пациенты, с сахарным диабетом, с ожирением. Но в эту группу не вошли заболеваниями бронхолегочной системы. Очень много исследований, почему заболеете, заболеете, но не так много исследований, почему определенная группа людей не болеют. Болеют больше всего все-таки подвержены с ожирением, с диабетом и сердечно-сосудистой патологией. Что такое хроническая обструктивная болезнь легких и насколько наличие этой болезни в анамнезе опасно для пациента, который заболеет коронавирусной инфекцией? Хроническая обструктивная болезнь легких – это чаще всего пациенты после 40 лет, чаще всего с профессиональными заболеваниями, и курильщики, и, естественно, мужчины. И там много осложнений в легких, уже изначально длительный стаж курения, и поэтому уже изначально легкие, значит, с эмфизем, с фиброзом, когда уменьшена дыхательная поверхность легких, конечно же, они подвержены, тяжело переносят. Обстановка какая у вас сейчас в пульмонологическом отделении Республиканской больницы, и какого рода пациенты сейчас у вас проходят лечение? Ну, есть в нашем отделении пульмонологическом, которое очень давно работает в составе Республиканской больницы, лечатся больные бронхиальной астмой, схобл, как вы сказали, хроническим обструктивным бронхитом, пневмонии острые, интерституционные заболевания легких, различные, царкоидоз. Они так же поступают, мы так же их кладем в экстренном порядке. Поступают теперь те, которые постковидные больны, как мы говорим, и, как они говорят, фиброз. Вот это фиброз понятие на немедицинскую, конечно, аудиторию, чтобы понятно было, они находят в интернете, у них и так поражение нервной системы, панические атаки, чувство страха. Они понимают фиброз легких в буквальном смысле. Есть идиопатический фиброз легких, есть интерституционные заболевания легких, которые очень давно изучены, есть, которые, верификация морфологическая идет в институтах, но у нас этого нет, это в таракальных центрах, но мы и клинически их лечим, которые очень ведут к инвалидизации. Здесь поражение легких, основа поражения легких при коронавирусной инфекции, она совсем другая. Здесь поражение сосудистое. И вот этот фиброз, так называемый, он постепенно должен уйти. И к нам поступают уже перенесшие коронавирусную инфекцию, которые и амбулаторно лечились, которые и в госпиталях лечились, уже мы тех лечим. А как вы их лечите? Какова реабилитация именно этих пациентов? Ну, есть еще реабилитационный центр медсанчасти, и к нам они поступают. Но к нам, наверное, контингент более тяжелый. Есть сопутствующие патологии с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, вообще с ожирениями. Это контингент больных, которые уже к нам поступают, они тяжелые. Какова средняя продолжительность, сколько дней нахождения этих пациентов в условиях вашего стационара? И насколько реально восстановить, скажем так, устранить этот фиброз и стремиться к тому, чтобы здоровая ткань у нас доминировала? Ну, реабилитация, легочная реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции, да, с поражением легких, будем говорить, она долгая, минимум 6 месяцев. Так быстро фиброз, так называемый, он не уйдет. А лечение у нас обычно стандартно, 10-14 дней, а вообще в зависимости от состояния. Так резко ограничить мы не можем, минимум 10-12-14 дней. Мы говорим об обследовании ковидных пациентов перед госпитализацией, во время госпитализации. А вот после выписки из госпиталя того же, насколько часто нужно обследовать легкие и необходимо ли прохождение того же исследования, как компьютерная томография? Ну, в зависимости от поражения легких, от процента поражения легких, но не ранее, чем через месяц, чтобы контролировать лечение и состояние больного. Есть такой показатель, сатурация крови, это насыщение крови кислородом. При поражении легких, вирусном поражении легких, страдает дыхательная функция легких. Мы смотрим по показателям, не ранее месяца, а так определяем. В рекомендациях всегда пишется через месяц, через три, через шесть, чтобы определить объем реабилитационных мероприятий. Комплекс лечения, рекомендации, антикоагулянты, как принимать, глюкокортикостероиды, там целый комплекс лечения. Сейчас очень активно проходит постковидная диспансеризация переболевших коронавирусной инфекцией. Насколько она важна, насколько актуальна? И потом госпитализируются ли эти пациенты по результатам этих исследований, входящих в диспансеризацию в ваше отделение? Это касается вообще-то поликлиники, этого уровня звена. Я об этом знаю, слышала, но так, чтобы именно по диспансеризации к нам поступают только они. К нам поступают просто через поликлинику. У нас в поликлинике есть прием пульмонолога республиканской поликлиники. Через экстренный прием к нам поступают просто постковидные тяжелые больные. Так что планование на диспансеризацию, пока это, наверное, это уровень другой. А можем ли мы сказать, что вот этот дельташтам, он быстрее и агрессивнее поражает легочную ткань? И насколько вот процесс реабилитации зависит от изначальной площади поражения, которая была? Я думаю, вот это, что сейчас поражение идет. Во-первых, ухудшение состояния более быстро идет. Там, когда могли в 19-20 год ухудшение как-то предвидеть, и, например, амбулаторному больному рекомендовать лечение в госпитале, здесь ухудшение может быть и с утра поражение, например, меньше процент, а в обед и вечером оно больше процент. Как мы говорим, процент поражения, значит, вирусное поражение легких может очень резко усилиться даже за сутки. Реабилитация пока трудно сказать, потому что это пока месяцы. Время покажет, как это. Очень много это интересует и пациентов самих, и всех, и врачей, насколько это реабилитация. Контингент осложнений и тяжелого течения сейчас больше. Есть и пациенты, которые выписываются из госпиталя и с кислородной поддержкой за счет того, что у них большая площадь фиброза легких и за счет того, что клетки не восстановились. Какой шанс у них действительно потом в будущем обходиться без этой кислородной поддержки, насколько быстро это происходит и от чего все-таки это зависит? От возраста этих пациентов, от площади поражения, потому что иногда площадь поражения у всех большая, допустим, в определенной категории лица, а кто-то выписывается уже и без кислорода через две недели. Не может одно и то же заболевание одинаково протекать. Даже очень много играет сопутствующая патология. И все-таки восприимчивость есть определенная категория пациентов к вирусу. Иногда и пожилой пациент мы видим, и процент поражения большой, а он выходит выздоровлением, улучшением. Поэтому сказать, что от процента поражения только зависит, зависит еще от фона, от сопутствующей патологии. И очень много пациентов, я в госпитале не работала, не могу сказать, потому как они обращаются, выписываются, им рекомендуется кислородная поддержка. Это через дозировано называется кислородная терапия через кислородный концентратор. Я думаю, все об этом наслышаны. Если раньше этот метод терапии, оксигенация применяли только определенная категория пациентов, сейчас, конечно, это повально. Сейчас эти концентраторы, они приобретаются многими пациентами, им рекомендуется перед выпиской, это есть и в госпитале, я думаю, это есть и у нас, когда после поддержки кислородной у нас они дома длительное время должны это получать, дозированную кислородную терапию. Время покажет, как говорится, трудно, рецептов нет стопроцентных на все случаи. А вот такие пациенты поступают в ваше отделение, которое с такой кислородной поддержкой? Конечно, поступают. Конечно, поступают. По каким критериям они поступают именно в ваше отделение после выписки из госпиталя? Это в порядке реабилитации или в связи с ухудшением состояния за счет того, что все просто не разрешилось? Нет, в связи с тем, что это у них, их состояние требует стационарного лечения. Есть критерии, по которым они поступают в реанимационное отделение, по каким показателям. Есть, по которым они поступают в другое, к нам или в другие отделения. Просто еще состояние не улучшилось до амбулаторного наблюдения. Это тяжелый контингент больных. Касаемо, опять же, ваших заболеваний пульмонологических. Допустим, если мы берем бронхиальную астму, если человек находится в ремиссии, то присоединение коронавирусной инфекции обостряет данное заболевание, либо на фоне применяемых препаратов мы не ждем, наоборот, обострения. И насколько эти пациенты тяжелее переносят коронавирусную инфекцию? Вообще считается, любая вирусная инфекция, респираторная вирусная инфекция может обострить бронхиальную астму, может даже дебютом стать началом заболевания бронхиальной астмы. Но в данном случае те препараты, которые назначаются при коронавирусной, они, я думаю, никак не могут так вот утяжелить течение самой астмы. Само заболевание может утяжелить. Если уменьшается дыхательная поверхность легких, естественно, она уменьшает общее состояние больных. Как вы относитесь к вакцинации от коронавирусной инфекции? Преевывались ли вы сами и какие эффекты вы наблюдали на тех пациентов, которых вы, опять же, видели в своем отделении? То есть были ли у вас те, которые вакцинированы и заболели? Или чаще всего к вам попадают в отделение те, которые не были вакцинированы и заболели все-таки коронавирусной инфекцией? Ну, к вакцинации отношусь я положительно. Сама я вакцинариевна. Спутник Ви дважды. Прежде всего, вакцинация – это как бы наша защита. Это выработка нейтрализующих антител при встрече с антигеном, то есть с коронавирусом. И вакцинация, конечно, идет. И тех, которые вот к нам поступали с осложнениями после вакцинации, таких, конечно, я наблюдала, не наблюдала. К нам поступают пациенты, мы обязаны снимать анамнезу у них. Болели ли, например, они коронавирусной инфекцией, вакцинировали ли. Есть вакцинированы они и нормально пьянисли. Основная масса людей, они хорошо переносят, без осложнений. В основном прививается вакцина спутник Ви и переносит, в общем-то, ее хорошо. Нет общих реакций, насколько я встречала пациентов и коллег своих. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был врач Пульманова Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы Зулефа Идрисовна Батчаева. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы! До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин